Картель послала, а дуэль состоялась в конце января. Жуковский высказал. Да, так вот, Жуковский. Он пошёл на последнее, что можно было сделать. Он мешал это делать царя. И попросил царя повлиять на Пушкина, чтобы остановить эту дуэльную историю, которая длилась у деда. И у царя был разговор с Пушкиным. Там, о чём они говорили, это первый разговор, там довольно подробно можно в 1926 году рассказать. А что там, было не очень понятно. Самое главное, что царь вынудил Пушкина дать честное слово дворянина, что он никого не будет вызывать на дуэль. А Геккерны узнали об этом и обнаглели. Потому что уже им ничего не грозило. Но Пушкин, он не мог нарушить слово данное царю, но он решил, что он сделает такой хитрый ход, что он сам вызывать на дуэль никого не будет, а он заставит их вызвать себя на дуэль. И он послал это оскорбительное письмо Геккерну. Сначала он давно это письмо заготовил, но показал Жуковскому. Жуковский был в ужасе и заставил его порвать это письмо. Ну, что значит порвать? Ему черновик сохранился, потом он одно письмо порвал, а другое он сочинит. Ему это ничего не стоит. Вот. И все-таки он, Пушкин, послал оскорбительное письмо Геккерну. Значит, там, ну, он, конечно, ужасные вещи написал, что в то время, я сейчас не могу процитировать, но вот такое очень место такое опасное, что в то время, когда ваш так называемый сын не выходил из дома и лечился от сифериса, вы, как сводня, как старая сводня, преследовали мою жену и нашёптывали ей, что барсы умирает от любви к ней. Вот. И вообще Геккерн ведь просто преследовал Наталью Николаевну. Он ей предлагал сожительство с Геккером, с Дантецем. Или чтобы это было. А дальше бы был скандал, дальше бы Дантец вернулся к любви к своему богодетелю. Вот. И так вот, он послал всё-таки это письмо Геккерну. И Геккерн обязан был вызвать Пушкина Дойль. Это было не анонимное, это не было анонимное письмо, это было открытое письмо. И в любой момент это письмо могло пойти гулять вообще в обществе. Вот. Но тут за него этот... За него вступился, вынужден был вступиться Дантец. И послал вызов Пушкина. Вот так сложилось, что Пушкин и слово «царю» сдержал, но когда его вызвали, он не мог... А задача его была... Он так ненавидел Дантеца, что они не могли один и другой на земле оставаться. Кто-то из них должен был погибнуть. Вот. И эта дуэль, она была смертельная. То есть, была дуэль до первой крови, дуэль была, значит, так... Можно было выстрелить в воздух или в сторону. А эта дуэль смертельная, когда, если другой противник был ранен, то когда он выздоравливал, дуэль продолжалась. До смертельного исхода. Это была такая дуэль. Вот. А Дантес говорил, что я знаю, что я убью его, Пушкина. И Пушкин надеялся убить Дантеса. В общем, это было правда смертельный случай. А секунданты Пушкина, секундант Дантеса от Даршак, они, в общем, всё делали. Костяни ложились, чтобы только помирить их. Только бы не допустить доверия. Хотя они должны были просто договариваться об условиях. И когда Пушкин понял, что его секундант больше вообще на стороне противника, то есть он хочет примирения, то он, не доверяя уже своему секунданту, встретил на улице Данзаса. Данзас был лицеистом. Они в лице вместе учились. И предложил, и попросил его быть у него секундантом. И Данзас, конечно, не отказался, потому что не положено отказываться. То есть, состоялся. И Пушкин был смертельно ранен. И через несколько дней умер. Интересно, что Пушкин, который был мистик, то есть не то, что мистик, он был суеверен очень. Суеверен до чёрной кошки, до того, как кто там пустые, всё что угодно. И он прекрасно знал, что когда ты идёшь на какое-то дело, что нельзя возвращаться. А он вышел так, что он вышел на улицу, понял, что там очень холодно, и вернулся, чтобы переодеть, надеть тёплый шум. То есть у меня такое впечатление складывается, что он знал, что он погибнет, и что он шёл на это.